Поэтому, когда им ввели электричество, было очень сложно. Надо каждому дому уже поближе сделать это самое. Стоп. Но, слава богу, эта система уже закончилась, потому что сейчас у нас в стране почти 99% у них есть уже электричество. Как бы ни были, хоть в высоко в горах есть электричество. Это очень хорошо, если смотреть на Африку, потому что есть богатые страны, например, у них нефть, газ. Как Нигерия, например, у них до сих пор 30% населения без электричества. Здесь успели все водить электричество, здесь добываем электричество. У нас гидроэлектростанция и у нас, кстати, что называется, солнечная станция. Вы имеете в виду, что в Марокко есть одна из самых больших солнечных станций в мире. Под городом Уэрзезет. Это пустыня на восток. Кстати, город Уэрзезет очень известный город. Когда мы посещаем пустыню, мы обязательно там ночуем. Это Голливуд, Марокко. Уэрзезет. Это Голливуд, Марокко, где американцы снимают фильмы. Там они снимали очень много фильмов. Как мумия, мумия возвращается к ледиатору, там гладиатор. Сейчас снимается вторая часть гладиатора в данное время. Там в городе Уэрзезет. И под этим городом есть самая большая станция. Она называется НОР-1. И они уже строили 4 таких. Они дают электричество. Плюс у нас, что называется, использует ветер. Как называется это? Это ветришки. Ветрики. Это система тоже развита в стране. Поэтому, слава богу, это помогает насилию. Но у нас, конечно, растет промышленность. Марокко сейчас, у нее два проекта. Она работает на двух проектах. Первый проект. Они хотят развивать, что называется, побольше. Вот эти Green Energy, да? Да, Green Energy. Она не будет ее развивать конкретно. Плюс они, по-моему, подписали контракт с Россией, чтобы они нам строили второй гидроэлектростанцию. Потому что у нас одна не хватает. Сейчас нужна вторая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это с правой стороны водохранилище. Плотина Лаута, если чуть-чуть не видно, заметили? У них, слава Богу, здесь видите водохранилище полный чуть-чуть. А у нас там под Агадиром и под Маракешем чуть-чуть уже, они пустые. Поэтому в Агадире, как объяснили, уже для орошения, они уже открыли станцию опреснения воды Атлантийского океана. Она выручает там под Агадиром долину Сус. Долина Сус под Агадиром, очень известная во всем мире. Там инвесторы не только мароканцы, а французы, испанцы, выращивают разные струсовые культуры, ягоды. Большинство товаров идет на экспорт. Поэтому сделали для них станции. И этой станции уже в стране, на облесении воды, уже девять штук есть. Но сейчас они начнут еще строить, тем более в регион Касавланки. Там населения очень много, Касавланка работает все рядом с друг другом. Они начнут строить самую большую станцию в Вароката. Они должны подготовить ситуацию, потому что чем дальше, чем меньше дождей. Это водохранилище у нас в стране почти сейчас где-то 150. И строятся еще другие гигантские. Эту политику ее начал предыдущий король Хасан II. Продолжение следует... ПОДРУЮЩИИ